Привет дорогие друзья! Это уже похоже на долбанное какое-то безумие, позорное, позорное долбанное безумие, но Роман Цымбалюк мечтает вернуться в Россию. Я публиковал фотографии Романа, где, знаете, в принципе, имя ему скорбь, можно так назвать эти фотографии, можно назвать так проходит мирская слава. Это на самом деле Киев, это засняли Роман, он ходит как в воду или в другую субстанцию опущенный, или просто как опущенный. И вот видно, что человек не в своей тарелке, потому что он в Киеву нахрен никому не нужен. Он не нужен никому в Украине со своей болтовнёй антироссийской. Он может сколько угодно оскорблять россиян, но фишка, изюминка его была в том, что он живёт в России, в Москве, в сердце Мордора оскорблял россиян последними словами. И вот это ему сходило с рук. Его вышвырнули из России, в принципе, он сам вышвырнул своё скудное тело из России, рассказав, что ему угрожает, всё такое. Мы об этом много рассказывали, конечно же, но вот его приглашает эхо Москвы. Эхо Москвы они любят. И, короче, очень интересно. То есть я там в частных клиниках интересовался, то есть можно было сделать. Но я что-то не успел, если честно. То есть я не являюсь там противником спутника. Он не является противником спутника. Роман внезапно начинает рассказывать, что не является противником спутника, просто не успел сделать там и так далее. И да, они вроде бы сделали испытание и теперь этот препарат годен для людей в категории 60+. Но если мы посмотрим на то, как сами россияне относятся к этой вакцине... Странно, он уже сегодня не имеет, я так понимаю, ничего по поводу спутника. А ещё вчера он обсырал эту вакцину, как только мог, находясь в Российской Федерации. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. И как вы думаете, что же они ответили? Правильно. Отказались от шары 58% россиян. Он много и долго рассказывал о том, что сегодня он не имеет претензий к российской вакцине. Просто не успел вакцинироваться. Да и плюс он будет рассказывать, что неудобно при перелётах. А так бы с удовольствием. Претензий к вакцине нет сегодня. Так вот, почему они не хотят вакцинироваться, эти русские и другие буряты? Значит, вот мы видим соответствующий вопрос. Не знаю, почему этого ария, вот с типично арийской внешностью, так вдруг, ну вот, выводят из себя буряты. Я не знаю, много бурятов мне написало после того видео, кстати. Они пишут, а типа, почему он так к нам? Да я не знаю, почему он так к вам. Животное потому что. Вот здесь в бухом абсолютно виде. Роман также рассказывал, что спутник В не помогает. И там трындец в Москве происходит и так далее. В интервью Яниния Соколова и Роман рассказывал, что вакцины спутник на самом деле в России нет. Спутник В не прошла испытаний. Цымбалюк сказал, а что они не рассказывают про то, что это и вакцины спутник В. На самом деле в России тоже нет. Потому что испытаний не прошло. А сейчас все изменилось. Что такое, Роман? Неужели ты готов настолько унизиться для того, чтобы опять попасть в Россию? А там же так плохо. Я не знаю ни одного человека, который вот так вот публично унижает, унижает, а потом туда рвется. Если ты живешь в Украине, то лучше, конечно, спутником не вакцинироваться. Потому что он не признается государству. То есть это же не только вопрос здоровья, а еще и перемещение и всякого такого. Ну да, вот на самом деле какая причина была. Не потому, что это говно вакцина. Не потому, что она там не прошла испытаний, как рассказывал Роман. А просто потому, что при путешествиях там удобнее. И все такое. Тут задается главный вопрос, типа, Роман, ты свалил из России. Ну, он говорит, что не только я свалил, но я только о нем слышал. Ну, видите, покинул Россию не только я. Тут по последним сообщениям в российской прессе около полутора тысяч журналистов. Ну, я-то такое делал. Я же иностранец у вас был. И тут он начинает, внезапно прижав уши к голове, рассказывать о том, что он вообще сирый иностранец. Это ваше дело. Как вы ко мне относитесь и так далее. И заявление у него, следовательно, не имеет претензий к российскому государству. Что? И тут очень важно подчеркнуть, что у меня нет претензий к российскому государству. Почему? Потому что я у вас был в гостях, и вы вправе терпеть меня у себя в гостях или нет? Ну, так и все. Ну, все. Тебя решили не терпеть. Десятки, наверное, тысяч россиян высказали свое мнение в отношении тебя. Все, свали. Ну, а вот это надо написать на скрижалях. Там Роман, дело в том, что он сам оформил статью о себе в русской Википедии. С ярко выраженной проукраинской позицией. Задавал острые вопросы. Кто не верит, сходите, посмотрите на статью о романе на русской Википедии. Просто он никому не нужен, поэтому ее никто не редактирует. Но вообще-то там трэш. Ну, вот туда вот это надо вписать, вот эту фразу. И тут очень важно подчеркнуть, что у меня нет претензий к российскому государству. Очень важно подчеркнуть, у меня нет претензий к российскому государству. Это надо туда вписать, в эту статью про великого журналиста Романа, который не может себя найти в Украине. Вот я сейчас вернулся в Киев, и, конечно, если кто-то мне скажет, Рома, а не уехать ли тебе отсюда куда-то, из России скажет, это Киев русский город, там еще что-то, то тут моя позиция, она будет совсем другой. О, ну хозяин города Киева вернулся, родившийся в Казахстане. Это он уже в Киеве, то он там, как он там скажет, царь и бог, если кто-то посмеет сказать, что Киев русский город. То есть тут уже, тут я царь, тут я хозяин, и таких, как я, миллионы людей. Вот это просто важно проговорить. Да, то есть если ты в Киеве начнешь заявлять что-то, что Роман заявляет в Москве, то Роман, наверное, напишет на тебя заявление в СБУ. Или придет с топором мочить тебя, друзей подговорить, к примеру, там может каких-то там, может добавим, но тот спился, правда, ну каких-нибудь националистов приведет, да, на тебя. А вот Роману можно говорить в Москве, оскорблять русских, на Бурятов, у него какой-то клин стоит на Бурятах, что девушку его увел, увел Бурят, я не знаю. Ну, слушайте, как раз сегодня мой адвокат Николай Полозов прислал запрос в прокуратуру, где мы пытаемся выяснить, есть ли дело какое-либо в отношении меня на территории России. Ты его в дверь, он в окно, в окно его, а он в дымоход лезет. И что выяснит Николай Полозов, есть ли на тебя дело или не дело? И что произойдет после этого? Если дела нет, ну тогда что, чемодан, вокзал, Москва, ну а что? Все-таки Россия сильно изменилась? Не понимаю. А вот то высказывание Романа, когда он говорил, что я думаю, пора собирать вещи, так по блатному так говорил, такой тяжелый был, думаю, пора собирать вещи. Не хочу, чтобы моих детей в школе, он говорил, учили о том, что величие России, Путина, а сейчас уже хочешь. Роман, насколько ты готов унизиться? Роман, ты готов поцеловать ботинок пограничнику, к примеру, на границу с Российской Федерацией? Готов? Вижу, что готов. Это классно. Следить за вот этими вот с четкой проукраинской позицией, которые вне Москвы себя не чувствуют вообще. Они не ощущают себя, у них жизни нет вне России. Да интересно. Правда? Не, Роман, ты перед тем, как оближешь ботинки пограничнику российскому, заявив, что у меня нет претензий к российскому языку, ты еще должен будешь кое-что сделать. Извиниться публично, униженно извиниться перед всеми русскими, которых ты оскорбил. И еще перед одним человеком, которого не стоило тебя задевать. Животное. Пока. Перед вами топ-12 советских фильмов, связанных с Новым Годом. Переходи на «Я шарю» и смотри лекцию прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова